Сюжет футболиста карьеры полностью вымышленный. Всякий сход с реальными событиями является абсолютно случайным. 20, в Наполе мы забили 17, в Ювентусе 8. И вот именно полноценный хороший сезон был отбегли в Манчестер-Сити. 34 забитых мяча, 14 голевых передач. Далее, поэтому я все-таки надеюсь, что какой-нибудь хороший клуб. Все-таки нас уже хотели купить в прошлом сезоне. Барселона, Ювентус хотел вернуть. И также Мадридский Реал. Что по трансферам, сразу говорю, пока еще никаких предложений не поступало. Как вы понимаете, только вот все, даже не читал сообщения ожидания от начальства. Принимаю предложения из Испании, Германии и Франции. Все, в Италию я возвращаться не собираюсь, в Англии тоже. Это потом будет, как только я поиграю во всех топ-5 лигах. Может быть, я и вернусь куда-нибудь. Так, во-первых, делаем мы наши тренировки. Нет, не штрафные начинающие, нам бы вот штрафные эксперт. Там прокачивается еще точно штрафных или подкрутка, там что-то такое. Пенальти. Удары все сделаны, рекомендованные возьмем. Это гонка на время. Так, все, здесь мы делали пасы. Давайте в разрез возьмем. Я бы также защиту покачал бы, почему бы и нет. Всегда это пригодится, чтобы перехватывать, там все такое. С курса рывков, с первой тренировкой же мы прокачали до 92. Ну и все, я теперь буду просто генерировать прецедурный турнир. И ждать уже, так сказать, предложение от клубов. Надеюсь, что какой-нибудь хороший клуб он действительно предложит. Ну и тоже будем смотреть, как все-таки там будут складываться дела у клубов. Я, кстати, не смотрел, забыл, вот это мой, да, косяк, что не посмотрел, как закончились чемпионаты прошлого сезона в других чемпионатах. Не посмотрел, какие клубы там на каких строчках. Ну, для меня все понятно. ПСЖ, вот туда могу перейти. Барселона, Реал, Атлетика. Вот такие. Другие пока что не намерен. Ну и Германию, там Бавария, где Бабаруси, все. Матч с Миланом я игнорирую, так сказать. Мы выиграли 2-1. Ну и почитаем, давайте сообщение ожидания от начальца. Мы в прошлом сезоне не выполнили, так, 24 гола, так осталось, 8 голевых тоже. Все практически так и осталось, как и было. Ничего абсолютно нового. Хитафи тоже выиграли, кстати, в Уверхэмптон. И сейчас у них тоже 3 очка. Вот оно, что это наше первое предложение от Разре. Внимание, Ювентус, нет, пардон, но нет. Вы меня не выпускали. Я понимаю, что тогда у меня было трудное время, вот это все. Думали, что я взорвусь так же, как и в Наполе, но нет. 3-1 победили Хитафи. У меня не получилось сыграть на высоком уровне, как в Наполе, в Ювентусе. Поэтому меня продали в Сити, где я просто невероятно себя раскрылся. И это был, ну, по голаму, действительно мой лучший сезон в карьере. Ну что же, очередное предложение от Рансфери и Булверхэмптон, кстати. Ну, это АПЛ, я сказал, что из АПЛ я ухожу. Поэтому сейчас у нас, кстати, с ними вот матч. У нас 3 победы подряд пока что. 2, 2, 3. Все, теперь вот 3 победы. Играем в полфинале против Гуанчжоу. Сити я завоевал всего лишь один трофей. Это суперкубок, и это вначале было прямо нашего, так сказать, пути в Англии. Но для меня это тоже неплохо. 24 забитых мяча от премьер-лиги. 2-0 победили Гуанчжоу. И в финале мы ждем Милан. Ну, Милан мы там победили, кстати. Пенальти 81 прокачали, неплохо. Одно еще предложение о трансфере Ньюкасл. Ну, теперь там шейхи пришли, конечно, но нет. Почему мне не могут предложить хороший клуб в Тестане? Ну и финал предсезонного турнира сыгран. И победил Манчестер Сихер. Приложение о трансфере очередное. Манчестер Юнайт. Я без проблем, друзья, действительно перешел. А может быть и стоит, друзья, действительно перейти, я не знаю. Сейчас это очень трудно. Прям, не знаю. Нет, давайте все-таки, да. Я все-таки откажусь, я все-таки отказал Барселоне и Реалу в прошлом, так сказать, середине сезона. Поэтому имью прости. В следующий раз я к тебе, конечно же, приду. Ну, вот дайте мне отыграть еще три сезончика в Испании, Германии и во Франции. Тогда я действительно совершу предложение о трансфере очередное. Брайтон. Откуда у Брайтона такие деньги вообще на мою покупку? Я стою 56,5 миллионов, причем я в хорошей форме, поэтому меня дороже должны продавать, но почему-то Брайтона откуда-то находит деньги. Очередное предложение о трансфере. Наполи. Наполи, нет, простите, я даже Ювентус отказал. Наполи бы неплохо было, это возвращение, так сказать, строптивого. Болельщики, я не знаю, как ко мне они бы относятся сейчас там в Наполи, естественно, этот переход. Многих разочаровал в том, что я перешел в Ювентус, тем больше, ну, практически он загубил карьеру. Ловкость 87. Неплохо. Ну, пока что мы, я думаю, не получим больше предложений, но все, они поступают и поступают предложения. Шальки 0-4. Шальки, Шальки, я не знаю, я не смотрел, на каком месте Шальки закончили, я все-таки откажусь и буду ждать хорошего, действительно, этой, еще раз говорю, Барселона, Реал, Атлетика, Испания, именно во Франции, это, ну, ПСЖ, наверное, только Леон, Марсель, Леоне, Марсель не брал бы, ПСЖ только, потому что там они постоянно трудные. Ну, и в Германии это Боруссия, либо Бавария. Да, я сейчас остальные матчи буду симулировать, просто, надеюсь, не то, что мне предложат какой-нибудь хороший клуб, успею. Реал Мадрид, ну, все, друзья, время настало, я перехожу в Мадридский Реал, да просят меня все болельщики Барселоны, какими я сам являюсь, но я перехожу в Мадридский Реал, все-таки это для, знаете, увеличения нашей интересной карьеры, 61 миллион 900 тысяч евро заплатили за меня мадридисты, ну, и мы, кстати, играем в суперкубки. 10 номер мне дали, друзья, 10 номер, а я сейчас просто задаю и посмотрю, у кого еще там может быть 10 номер. Так, мои действия. По номерам, ну-ка, выстретились, где Азар, у него же 10 номер вроде. Азар 7, у меня 10, ну, давайте по 10 поиграем, мне не трудно, 10 тоже хороший номер. Номера все-таки тоже иногда стоит менять, почитаем, естественно, мы почитаем, что здесь нам 18 голов здесь пониже, 6 голевых передач, но это мне легче дали задачу. Вот, все, на этом все, друзья, я перешел в Мадридский Реал, они добились все-таки этого, может быть, там были Барселона, позже бы потянулось к нам. Карьера за Барселону у нас есть на канале, кому интересно, там можете посмотреть. Мне интересно действительно поиграть за Мадридский Реал, один из самых лучших клубов мира. В последнее время они просто невероятно играют. Ну, и на весики поделаем, все. Продолжаем тренироваться, готовиться к суперкубку UEFA, в этом турнире мы еще не играли. Вот, Мадридский Реал предлагал нам перейти к ним зимой, если бы перешел, мы бы стали обладателем с вами Лиги Чемпионов. Ну, также мы перешли все-таки, друзья, с вами в Испанию, поэтому почему бы и нет. Поменяем небольшой стиль, поменяю я его, и вы уже видите, финальный результат. Ну что же, друзья, изменил я наш стиль, переобул нас в Адидасы, почему бы и нет, все-таки. Прям под форму нашу подходит, Адидас Копа, Type на Green Stop поменял, ну и также вот повязку на руку. Теперь она у нас белая и просто у нас как напусник какой-то был сейчас именно это повязка. Ну, также поменял празднование, его вы увидите только во время матча, когда мы вот забьем. Не знаю, выпустят ли они нас на матч против Арсенала, посмотрим. Ну, уже, кстати, через три дня вот игра против Сосуна в чемпионате. Нас выпускают, это отлично. Состав у нас... Да, мы, кстати, не познакомились с составом, надо бы, конечно, это сделать. Ну, смотрим. Начнем. Типа Куртуа, Андрей Лунин, Алтубе. Так что вот Куртуа, тут 31 ему, Лунину, 84, кстати, рейтинг у него. Гарсия слева в защите, единственный левый защитник наш. Варан, 90 ему 30 лет, Стоунс, 87. Так, начнем. Долот, Перейра, Карлсдорб, Фальп, стоит сколько у нас правок. Сколько правок, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь правых защитников, куда столько? Тем более, я понимаю, что половина из них не будет играть, но все равно. Казинира. Так. Иско, Пакетан, Бруно Фернандо, Де Фрутус, Кубо, Торган Азар, так что братья вот встретились. Эден Азар, тут уже вот спад Тафоскор, наверное. Ну, тут уже вряд ли, наверное, Торган его будет. Брахим, 81, Родриго, 85, Мариан, 81, 9,89. Кстати, наш соперник практически, но у него рейтинг-то выше. У него успехи команды вниз, контракт ему нравится. Вот. Но по археттиристикам ничего не могу сказать. Все, мы начинаем матч против Арсенала. Перешли из Сити. И снова мы встречаемся против английского клуба. Уже умеем против них играть. Состав, видите, я прям такую девятку играю. С удочником. 4-3-3, ложная девятка. Поехали. Итак, матч за суперкубок UEFA. Мадридский Реал в прошлом сезоне выиграл Лигу Чемпионов. Лондонский Арсенал выиграл Лигу Европы. ПСЖ выиграли 2-1, если я ничего не путаю. ПСЖ в финале Лиги Чемпионов, которые нас с Манчестер Сити выбили на стадии 1-8. Арсенал победил 2-1 Интер в Лиге Европы. Но мы перешли в Мадридский Реал. Мы для нас в новый вызов. Могли бы и в Манчестере Юнайтед перейти. Я думал очень много действительно над этим. Но решил все-таки сыграть в другом чемпионате. Для себя новый вызов не оставаться в Англии пока что. Потом я без проблем могу перейти в тот клуб, который именно мне нравится. Сейчас я просто вот, так сказать, за новыми впечатлениями в другой чемпионат перехожу. Абрахим. Хорошая передача на Абрахима. И это голевая наша передача. Первая за Мадридский Реал. И сразу же в Суперкубке УЕФА в первом матче. Для нас постоянно. Мы переходим в такие команды, которые вот играют на Суперкубок постоянно. Мы перешли в Наполе. Они играли против Ювентуса. Мы выиграли. И перешли в Сити. Они играли против МЮ. И тут же против... Сразу же в Реал переходим. Я забыл вообще то, что Реал обладатель Лиги Чемпионов. Я говорил в прошлом сезоне, когда Манчест Сити еще играл, что я могу перейти в Реал. Для меня это нетрудно будет. Вот. И второе предложение поступило. И сразу же голевая. И все, друзья. Минимальная победа Реала над Арсеналом. В матче за Суперкубок УЕФА. Вот наш первый, так сказать, небольшой Еврокубок. Не выиграв еще Лиги Чемпионов и Лиги Европы, мы уже завоевали Суперкубок УЕФА. Поздравляю вас с этим трофеем. Очередной нашей копилки. Вот у нас постоянно... Вот, кстати, мы сейчас идем после Куртуа. На пьедестал. Замечательный стадион. Ну и вот. Бурон Фернандеш будет поднимать трофей наш. И все. Очередной трофей в нашей копилке. Мне не трудно будет все посчитать. Именно трофеи, не то, что мы, например, с Гамбургом заняли вторую строчку. Серебро. Это вообще не считается. Мы выиграли... Давайте читайте. Кубок Голландии. Выиграли Суперкубок Италии. Кубок Италии. Суперкубок Англии. И Суперкубок УЕФА. Пятый. Пятый наш трофей, друзья. И вот он. Красавец. Я не знаю... Ну, будет еще также Мадрид Скориал участвовать в матче за Суперкубок Испании. Он будет там в январе разыгран. Но замечательный трофей. И все. Все на этом. Я не знаю, кто лучший игрок в матче. 8.3 у меня оценка. Ну и Брахима лучший игрок. 8.6 у него. Но голевую передачу отдал на него я. Первая игра возвращается. Дискальфикация на финале Лиги Чемпионов Толучин. Ну и возьмут ли нас на матч против Ассуны? Нет, кстати, не берут. Берут тут Йовича, кстати. Ну ладно. Будем ждать нашего матча. Реал выиграл 2-0. Ну и Йович забил. Так что будет трудно теперь конкурировать. Он все-таки там на рейтинг выше, чем мы. 80... А нет, на 2. 89 у него вроде. Ну ничего. Здесь не понимаю тогда, зачем нас покупали. Дали один матч сыграть я забил. Ну точнее я дал голевую. Вроде результативные действия сделал. Но даже на Сосуну берут Йовича. Даже против Малаги. Я вообще не понимаю, что происходит. Странно. 1-0. Родриган. Жулиан. Наверное, тот, который за Зенит играл. Не забил сейчас спинасти. Очередная тренировка у нас. 2 сообщения нам пришло. Изменения в расписании. Скорее всего... Ну, сейчас до матча мы дойдем. Стала известна группа в Лиге Чемпионов. Сейчас мы посмотрим. Но Реал пока что неплохо. Два матча. Два матча. Два победы. Ну что, в этом-то матча я сыграю. Игроки отправятся в сборную. Против Уэльс и Словении. В сборную Уэльса не вызван Бейл. Я не знаю, он вообще здесь есть или нет. Ладно. Стоунцев в сборную Англии. Варан во Францию. Куртуа в Бельгии. Также вместе с Эдена Мазаром. Ван Дебек в Голландию. Я в сборную Россию. Фернандыш в Португалии. И Родриго в Бразилию. Все. Нас не берут даже на матч против Севильи. Алло. Ладно. Посмотрим матч. А вот и ничья. Вообще без моментов. Не понимаю, зачем я это действительно подписываю в Мобильский Реал. Что до скамейки просили. Просили его. Правильно. Ну и три. Ну вот. Барселона вот еще не сыграла там свою мать. У них также могут. Они сейчас только нас догнать. Ну и также Валентия может сейчас третью победу подряд сделать. Мы смотрим вообще Лигу Чемпионов. Сейчас. Опа. Мы встречаемся против Локомотива. Против моей первой команды. Замечательно. Бавария. Наполи. Андерлэхт. Копенгаген. Ну Наполи должен со второй строчкой, мне кажется, выходить. ПСЖ. Челси Бенфика. Шахтер. Атлетика. Милан. Монако. Селтик. Барселона. Лейпциг. ЦСКА. Футбольный клуб Сиби какой-то. Реал. Интер. Лион. И Локомотив. Мы уже встречаемся. Я сейчас скажу. В сколько раз уже с Интером. Два в Аяксе встречались на групповом этапе. Два. Это. Ну. Два мы в чемпионате Италии встречались. Все. Это. Прямо. 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 Так. Ювентус. Мю. Зальцбург. Фенер. Бахче. Ну вот. Мю будет против Ювентус. Саму против своей бывшей команды сыграть. Но буду играть против своей команды, которая меня воспитала. Против Локомотива. Надеюсь, меня возьмут на Лигу Чемпионов. Смотрим, как там Сити вообще попали или нет в Лигу Европы. Рома Вильяриалка от Сарай Йонг Бойс. Сити. Спортинг. Спарта. И Хельсинки. Пожелаем удачи. Может быть, Сити мы сыграем в матче за Суперкубок Уэйфа в следующей сезоне. Если мы выиграем Лигу Чемпионов, а не Лигу Европы. Было бы интересно. Ливерпуль. Брага. Стандарт Леги. Виктория Плезень. Франкфурт. Аякс. Пожелаем удачи. Динамо. Загребславия, Болония, Брюге, Азэ, Сьон, Севиль, Олимпиакос, Бешик, Ташарапид, Виен, Марсель, Гумарайш, Медленд, Миды, Полбышев, Шахир, Лацо, Бетис, Гент, Клуш, Вольфбург, Фенор, Паук, Мюльды, Шальки. Вот мы сейчас бы в Лиге Европы играли. Бордо, Утрих, Рейнджерс, ПСВ, Ницебазы, Краковья, Вестхенд, Порто, Трабженспорн, Штурм, Крац. Все, друзья, посмотрели. Очередную тренировку мы проводим. Ни одного мы еще не дебютировали в матче в чемпионате Испании. Это странно. Серьезно, здесь вопрос, зачем мы тогда переходили, зачем тут Йович в составе взяли меня. Я и моложе там на года два. Ну, посмотрим, сейчас напишут или нет здесь вообще в трансфер. У Реала. Вот Ван Дебека они купили. Валеха и Мазарауи продали. Все заканчивается, трансферное окно 1 миллиард. Вы просто посмотрите. Вы видели сейчас 1 миллиард потратили в последнее трансферное окно. Вообще, когда такое было? Вот, 1 миллиард, 102 миллиона, 360 тысяч евро потратили. Это просто невероятно. Итак, смотрим. Будем, мы, кстати, играем, да, против сборной Уэльса. Ну, будем ожидать там, как сыграет. Я правильно понимаю, сейчас должны вроде Швейцария играть против французов? Вот. Франция сейчас будет играть против Словении. И следующий тур будет играть Швейцария против Франции. То есть нам это прям вообще выгодно. Наши, так сказать, конкуренты со второй и третьей строчки будут играть против французов. Так что нам это выгодно сейчас, чтобы они вот проиграли им там всем. Ну и французы, желаю вам удачи. Вы все-таки с кем французы сыграли в ничью еще? Вот с нами один матч, с кем-то еще они. Вот это интересно у меня сейчас стало. Со Швейцарии. Вот это вот опасно, потому что французы дома сыграли в ничью со Швейцарией. Ладно. Ну, а у нас матч Уэльс, Россия. Ну что же, играем мы на выезде. В нашей белой форме сейчас, кстати. Классно у нас получается, раз мы в белой форме сборной России, и у нас белая форма домашняя Реала. То вот так вот прикольно сочетается. Состав вы видите. Поехали. Итак, предпоследний тур. Квалификация на чемпионат Европы. Уэльс против сборной России. Нам так выпало, что мы должны обыгрывать эти две команды. Уэльс и сборную Словении. Сейчас у Словении вроде будет матч против сборной Франции. А следующий тур – это уже сборная Франции против сборной Швейцарии. Как раз наши те две команды Швейцарии и Словении, которые пока что нам мешают выйти на чемпионат Европы. Если мы обыграем Уэльс и обыграем Словению, и сборная Франции тоже обыграет Швейцарию со Словенией, мы дальше проходим. Все. Хорошая передача. Антон отдает на меня. Я на Головина. Головин, можно обратно. И это 1-0. Сборная России выходит вперед. 11-я минута. И вот оно, мое празднование. Думал все-таки, что отпразднули его именно голом в ворот какой-нибудь испанской команды, либо в ворот Арсенала в составе Мадридского Реала. Но нет, отпраздновал я первый гол в этом, так сказать, сезоне 2023-2024. Вот таким замечательным голом в ворота сборной Уэльса. Ну, и это празднование, наверное, просто так, чтобы звонили мне ПСЖ, кто там еще, Бавария и Барусия. Потому что именно эти три клуба примерно я готов буду перейти из Мадридского Реала. Ну, а дальше, там спустя еще два сезона, когда вот отыграю во Франции и в Германии, буду уже готов вернуться в другие чемпионаты. Например, в Манчестере на этом я бы вообще всю карьеру свою бы отыграл. Пошла поддача и все-таки пропускает сборная России. Я так и сказал, надо было забивать вторую. Сейчас вообще будет тяжело. 67-я минута. 1-1. Сборная Уэльса сравняла счет. И это 2-1. Как же сейчас хорошо. Дубль мы забиваем, а? 80-я минута. 81-я даже. Дубль ворота сборной Уэльса. И у нас еще остаются шансы побороться за путевку на чемпионат Европы. В следующем матче нам только осталось в Словении. Обыграть я не знаю, буду ли я на этом матче присутствовать. Вряд ли. Потому что один матч мы только всегда играем. Ну, очень хороший здесь подбор был. И все. Дубль в сегодняшнем матче. Это наш уже пятый гол на квалификации. И все. Минимальная победа сборной России на сборной Уэльса. На выезде забиваем дубль. Это был очень важный для нас матч. Сборная Франции там обыграла сборную Словении. Это точно. Вот. Ну, оценка 8-5 за матч. Сборная Франции 3-1 обыграла Словению. И Швейцария проигрывает сборную Польши. Так что все. Сейчас нам даже уже, наверное, без разницы, как Швейцария сыграет с Францией. Нам лишь бы обыграть Словению. Сейчас посмотрим. Итак, друзья. Вот такое у нас сейчас расположение. Если мы сыграем даже в ничью со сборной Словении. У нас будет 16 очков. Максимум может набрать Швейцария 17. Так что нам обязательно. Практически здесь надо побеждать. Чтобы быть полностью уверенным в своих силах. Так что я надеюсь, что у нас сейчас получится. Так мы играем. Это замечательно. Так что все будет зависеть именно от нас самих. И будем также наблюдать за матчем в Швейцарии и Франции. Играем еще и дома. Поехали. Итак, последний, 10-й матч на квалификации к чемпионату Европы. Сейчас у нас есть все шансы. Мы обыгрывали Словению на выезде. Вот. Так что я думаю, нам не составит туда их сейчас обыграть. Мы еле-еле практически забрали 3 очка со сборной Уэльс. Поэтому все это не должно пройти зря. И мы должны попасть на чемпионат Европы 2024 года. Поехали. И пробить. И это 1-0, друзья. Все. Мы на чемпионате Европы. Я уже вам точно говорю. Раз мы уже забили на 9-й минуте сборной Словении. И я забиваю. То это все. Практически. Вот это сейчас очень важный этап в моей карьере. Когда вот именно мои голы в последних матчах помогут нам взять путевку со второй строчки на чемпионат Европы. Еще и левой ногой в ворота Яна Облака мы забиваем. Все супер. Все замечательно. И. Ну это еще и голевая номер Инчука. Все. Мы на чемпионате Европы, друзья. Здесь на 4-й год. Жди нас. Хороший у нас должен получиться сезон. Я никуда не планирую уходить из-за Реала. Поэтому. Полноценный сезон. Если мы так же проведем как и в Манчестер Сити. Практически так же. Даже чуть получше. То это будет замечательно у нас. Чемпионат Европы. Вот. Я практически сейчас действительно по рейтингу. Я лидер сборной России. 87. Там у кого-то вроде Узобнина 85-86. Там что-то такое. Вот. Но я замечательно вижу игру. Сейчас не пожарничал. Отдал на Антона Мироничка. Который забивает свой первый гол в квалификации. Головин. Замечательно отдал пас. А мы обратно. Головин. Бей. Ну и это две голевые передачи за матч. Это просто супер. 3-0 мы громим сборной Словении дома. И тем самым мы уже точно себе прописали место. Чемпионат Европы 2024 года. Ну супер. 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 Для Головина это второй мяч на чемпионате. Выточной квалификации. И это дубль и две голевые. Мы отдали за сегодняшний матч. 4-0. И это наш уже второй мяч на сборной Сипа Дет. Где мы сбиваем дубль. Это просто замечательная статистика. 2 плюс 2 у меня сейчас. Супер. Хорошо здесь расправились. Думал не получится облаку такой вот именно удар забить. А это прям хороший в девятку залетел. Крученый. И это наш седьмой мяч на квалификации. Миранчука меняют. Надеюсь мы не до конца. Разгромная победа на сборной Словении 4-0. И это значит что мы проходим дальше. Мы в чемпионате Европы друзья. Впервые мы сыграем на крупном европейском турнире за сборную России. Я лучший игрок матча. 2 гола, 2 голевые. Просто замечательно. И как там. Но все равно сборная Швейцарии проиграла дальше. Все. Мы сейчас официально уже с хорошим отрывом таким попадаем на чемпионат Европы. Ну и вот. Сборная Франция. 26 очков. У нас 18. Мы проиграли всего лишь 2 раза за все время. Давайте вспомним. Словении мы обыгрывали 3-0. Сборная Уэльса 2-0. Мы проиграли Швейцарии 1-0. Проиграли. Так. Сыграли в ничью со сборной Польши. Это что-то странно вообще. Ну вот. Французам проиграли 3-0. Так что вот они наши два поражения. И дальше ничьи. А со сборной Польши снова мы два раза с поляками сыграли в ничью, кстати. Так. Здесь Швейцарию мы 3-0 выиграли. Это замечательно. Ну и вот с французами мы тоже сыграли вот в ничью. Это нам и важно. И нам сказалось. Если бы мы даже потеряли бы это очко, то все равно бы, кстати, да, мы бы все равно попали бы на чемпионат Европы, если бы проиграли бы французам. Но так мы в хорошем отрыве на 4 очка обгоняем Швейцарию и Польшу. Ну и Словению, которая, кстати, была там на второй строчке. Сейчас еще на пятой. А сборная Уэльса все 10 матчей свои проиграла. Забила всего лишь 5 мячей. Нам она забивала или нет сборная Уэльса? Мы там 3-0 победили. Нет. 2-0. Ну и там 2-1 получается. Сборная Уэльса нам забила все-таки, да. Один мяч из 5. Но все равно. Ну замечательно. Мы попадаем на чемпионат Европы. Впервые в нашей карьере. Ну что ж, за сборную мы играем хорошо. Вон за 2 матча забили 4. И отдали 2 голевые. И, кстати, наш дебют в составе Реала в чемпионате Испании. Мы играем 4-й тур. Реал еще не проиграл ни одну игру. 2 победил, 1 сыграл в ничью. Давайте в домашний сыграем. И вот она расстановка. Поехали. Итак, наш первый матч за мадридский Реал в чемпионате Испании. Можно так сказать, официальный уже. Против Хитафи. Я не знаю, кто сейчас там тренер будет вообще в реальной жизни в 2023 году. Но у нас там Зидан стоит. Так что он, наверное, решил все-таки, посмотрев на матч сборной России, как мы сыграли. Замечательно. Мы, кстати, сыграли за 2 матча. Забили 4 мяча. Дали 2 голевые передачи. Ну и попали в заявку на матч выездной против Хитафи. Поехали. Бернард Бруно Фернандеш. Опа, это уже штрафной. Я не знаю, кто будет бить. Если я, то это будет сухо. Но это желтая. Можно я пробью? Нет, будет бить. Вообще не бежит какой-то Бруно Фернандеш, походу. И это 1-0. Отлично. Мы заработали штрафной прям как в Наполе. Это было? Нет, не в Наполе. В Ювентусе. В Ювентусе. Да и в Наполе вроде тоже со штрафной забивали. Когда мы перешли в Ювентус, да и в Манчестер-Сити тоже. Сан-Эм в Сити забивал. Здесь в Ювентусе Дибао. Здесь вот Бруно Фернандеш с нашего штрафного забивает. Но это отлично. Это классно. Так что забивает Фернандеш. Первый гол. Благодаря тому, что мы заработали этот штрафной. Азар. Отдает на нас. Я прохожу дальше. Да и пробью. И это наш первый гол за Мадридский Реал, друзья. Я не знаю, добегу ли я сейчас до Зингина Зидана. Но нет. Добежал. Просто звонок. Ну отлично. В первом же матче за Мадридский Реал. Вот такая уж грязная у нас форма. Мы забиваем все-таки в ворота Хитафи. Очень хорошо здесь разыграли. Оборвался защитник сам практически. На подкате этом. Ну и супер. Пятый уже гол в нашем сезоне. Считаю, как и сборную России. И первый наш гол за Мадридский Реал. Вот Зидан. Радуется, естественно. И наш первый гол в чемпионате Испании. На 90-й минуте забил. Уверенная победа Реала на выезде над Хитафи. Мы забили гол. Заработали штрафную, с которого тоже забили. Так что все замечательно. У нас 8,5 оценка. У меня лучший игрок, наверное. Бурно Фернандеш. 8,6. Пятый гол у нас в сезоне уже. Но у нас стартует Лига Чемпионов. Матч против Локомотива. Не знаю, попаду ли я на него. Но было бы прикольно поиграть все-таки в Лиге Чемпионов. Я играл за все уже клубы, кроме Ювентуса, в котором вот не был заявлен. Но тут, кстати, есть Лион, в который Ювентус и вылетел в 1-й восьмой Лиге Чемпионов. Не знаю, буду ли я сейчас играть. Посмотрим. Ну и меня не берут, естественно, на матч против Локомотива. Будет Ювич там, скорее всего. Конечно. Ну и минимальная победа, да Лок забивает. Но у нас не берут на очередной матч. Реал. Зато нас берут на матч Чемпионата снова второй подряд. Матч против Атлетика Бильбао. Соперник интересный. Ну, Атлетика сейчас 1 победа, 3 поражения. Ну, у нас пока что мы без поражения идем. 1 матч только сыграли в ничью. Вот она расстановка. Поехали. Итак, наш второй уже матч. За Матриски Реал в чемпионате. Причем подряд. Понравился мне на Зидану. Не взял у нас на матч против Локомотива. Куда я бы хотел съездить в Россию. Потому что это еще и выездной матч был против моего клуба, который меня воспитал, так сказать. Ну вот. Такую возможность не дал мне Зинь-Зинь Зидан. Зато мы поиграем на замечательном стадионе Сантьяго Бернабео. На домашнем. Поехали. Брахим. И это 1-0 и наша голевая в чемпионате Испании. Отлично. На 100 минут мы уже выходим вперед, отдавая голевой пас на Брахима. Не знаю, как Брахим. Не знаю, как правда. Брахим Диас забивает. Быстрый гол. Хорошую передачу отдали. И в ближний угол он забивает. Это уже второй гол в чемпионате. И хорошая подача там. Ой-ой-ой. Как мы сейчас шикарно, друзья, вообще разыграли. Долот забивает. Наш предголевой пас был сейчас. Ну и суперский гол. Очень хорошая у меня сейчас подача именно получилась. Я думал, Фернандеш бы сам забивал, но он решил отдать пас на Долота. Из-за него первый гол в чемпионате. И хороший пас на Бруно Фернандеша. Замыкай. И это наш второй голевой пас за матч. Это хорошо. Вообще очень хорошо мы начали пасоваться. Заметьте, у нас две голевые за один матч сборной России. Против Словении мы отдали. И вот сейчас вот тоже очень хорошо. Две голевые за один матч отдали. Супер. На Брахима и на Бруно Фернандеша. И все. Разгромная победа на Атлетике 3-0. Отдали мы две голевые передачи. Ого, мы так и не забили. Оценка неплохая, кстати. 3-3, можем 2-2. Можем стать лучшим игроком матча. Да, так и есть. И пятая голевая передача в сезоне, кстати. Ну и пока что у нас замечательная статистика. 5 матчей, 5 голов, 5 голевых. Очень хорошо мы здесь играем. Надо нам там меньше забыть 18 голов. Но голевую мы пока что отдаем так хорошо. А 2-3 мы выполнили за один матч. Мы проводим тренировку. Вас берут на матч против Эспаньола. Это барселоновская команда. Как мы говорим, давайте в черный такой. Встал, вы видите. Поехали. Ну что же, матч у нас снова выездной. Очень хорошо мы действительно играем пока что за Мадридский Реал. У нас это получается сейчас уже четвертый матч. Третий в чемпионате. Мы забили один гол. Всего лишь. Вот. Ворота Хитафи мы забили. И отдали две голевые в матч против Атлетика. Одну отдали в матч против Лондонского Арсенала. В матче за Супер Кубок. Тогда это и был единственный гол. Друзья, крашеные есть файлы. И не сохранились вообще. С матча. Вот в Хитафи когда было. Только в Хитафи мы проигрывали. Нет. С кем это там? С Паньолом. Вот. В матче с Эспаньолом мы проигрывали 1-0. Потом я забил дубль. На последних минутах. На что там? 60-й забил, сравнял. И на 90-й мы уже вышли вперед. Против Интера я играл. Мы проиграли 1-0 в чемпионах. Против Депортиво я тоже играл. Мы выиграли 1-0. Там забил Пакитан. И все. Ну, эти матчи у нас, кстати, не брало. Сборная России 3-0 не проиграли Греции. И сырами еще 2-2 с Турцией. И все. На остальном матче нас даже не брали. Не брали на матч с Гранадой 3-0. Не брали на матч с Леоном. Где мы выиграли 1-0. Не взяли. Где мы победили Риал СТ 2-0. И не взяли, где мы сыграли против Атлетик Мадрид, проигравшие 2-1. Мы нас взяли на матч против Барселоны. И это Эль Классико. Ну что же, в Эль Классико мы играем дома. Пусть давайте Барселону тоже в домашней форме. Вот она наша расстановка. Я одного не могу понять. Напишите в комментариях, почему выпускает Зидан Барахима. У которого даже сейчас сил просто нету на максимум, как у всех. Но тут эстонс немного тоже. Баран вон справа вообще играет. Хотя Хендрикс должен быть справа. И да, лот у нас правый защитник стоит слева. Вот это вообще не понимаю. И почему Барахим именно на поле, хотя есть у нас на поле Эден Азар. В составе, да, есть Эден Азар. На поле выпускает Барахим. Вот это странно. Итак, стартует у нас Эль Классико. Для нас это вообще впервые. Мы участвовали, конечно, в таких вот именно матчах, которые очень важны. Мы участвовали в Дельби Манчестер. Все-таки это тоже значимый матч для английского футбола. Мы участвовали, мы из три матча, если я ничего не путаю. А может и четыре, нет, четыре все-таки, да, матча. Четыре матча было. В трех мы участвовали. Это суперкубок Англии был. Мы там забили, победили 2-1. Был чемпионат. Мы сыграли в ничью 0-0. Был кубок Англии. Мы тогда проиграли 1-0 или 2-0, не помню. Нет, 1-0. И потом уже на чемпионат нас просто не взяли. И мы тогда проиграли 2-0. Вот. Ну а сегодня у нас Эль-Классика. Это значимое событие вообще в мировом футболе, не только в испанском. И мы на острие атаки. Поехали. Да вы что, даже не отбираете-то, а? Ну отлично, есть. Надежда. Да вроде как получается, а? Хорошо, сейчас улетаем. И забьем. И мы забиваем. Эль-Классика, друзья. 86-я минута. Все. Это сейчас что вообще было? Мы возле своей штрафной практически попросили этот пас. Отлично. Я надеюсь, теперь это Зидан будет нас выпускать на все матчи. Айовича вообще надо уже продавать. Потому что именно мы сейчас зарешали. Мог я отдать внешний передайв, что там Пакета вроде был. Но и ладно. Хороший гол просто развел. На этом перед ногами вылетал, думал, что его угол пробил. Но нет. Забиваем четвертый гол. Зидан кого-то там выпускает. Ну и все. Валь-Классика забить. В первом, причем, в своем Валь-Классика в карьере. Минимальная победа Реала над Барселоной в Валь-Классика благодаря моему единственному забитанию. Ничего, это супер. Это просто супер, друзья. Оценка 7-8. Я не лучший круг матча, это точно. Бруно Фернандеш 8-0. Ну и нас не берут на матч Лиги Чемпионов против Леона. Мы, вроде как, победили их в гостях 1-0. Посмотрим, как здесь мы сыграем. 2-1. Родриго и Ван Дебек забивают. Ну и сейчас нам просто уже остается это обыгрывать Интер, чтобы сравнивать с ними очки. Но со второй строчки будет очень тяжело выходить. Хотя с Аякса мы все-таки вышли. Да и с Сити мы тоже, вроде, со второй строчки вышли. Почти получилось. И вызывают нас в сборную на товарищеский матч против Египта и Финляндии. Пакета, Далот и Я на эти матчи едут. Но зато нас берут в чемпионате на матч против Сельты выездной. Сейчас у нас 1 очко всего лишь отставания от Атлетика. Они там сыграли с кем-то в ничью, поэтому потеряли свое преимущество над нами. Ну и Барселона здесь тоже набрала очки. Мы, вроде как, да, догнали просто из-за этой победы над Барселоной. Просто догнали Барселону. Так что надо сейчас нам обыгрывать Сельту. Тем более мы еще на выезде. Бархим вообще что-то, Гасама какого-то взяли в полузащиту даже. Ливий на стадионе. Поехали. Итак, замечательный стадион. Бига нас приветствует. У нас отставание от Барселоны, который матч уже прошел в 3 очка. Но у нас как бы матч в запасе. И всего лишь 1 очко отставания до Атлетика. И забивает. Куртуа просто в свои ворота отбил. Дырка ты. Зашибись. Снова на выезде. Просто прям как против Эспаньола. Рожга сана. Убегаю. И отлично. 1-1. Еще в первом тайме успели сравнять против Сельты. Хороший сейчас, кстати, от Гасама пас был. Все на него говорилось, что что это вообще за такой футбик бегает. Ну ладно. Голливую на нас отдал. Хорошую. Но здесь было действительно опасно пробивать. Тем более еще и рядом со штангой там мяч. Да и защитники могли выбить из ворот. Вот Кипер этот сегодня очень много спасал. Сельту буквально пальцами он чуть ли не достал. Итак, а у нас это 5-й гол в Испанской Ла Лиге. Ну все. Очередная сейчас у нас потеря очков прям идет. А Барселону мы без проблем можем обыграть. А вот здесь вот Куртуа просто в свои ворота уже отбивает. Это просто идиотизм какой-то. 8-1. Он лучший игрок матча. Ну а толку от этого? Ну что же. Теперь у нас, если Атлетика сейчас проиграет, отставание пока что до Барселоны 2 очка. Ну и сейчас Атлетика может сделать его в 3 очка. Да, у нас отставание до них. Сейчас узнаем. Да, Атлетик так и дело не выиграли свою игру. У меня игра против сборной Египта, на которую я еду, естественно. Не знаю, будет ли играть Мухаммед Салах. В общем, без понятия. Но сейчас надо забивать прям много голову. Потому что мы едем на чемпионат Европы, надо готовиться. Ну что же. Замечательный наш домашний стадион, на котором мы разнесли сборную Словении после матча, в котором я участвовал. Ну и теперь у нас просто уже товарищеская игра. Забивать это стоит. Да пошел ты, Салах, я быстрее тебя теперь. Опа. Опа. Прямо хорошо сейчас получается убегать. И. Какую пушку засадил Головин. Вы просто посмотрите, а. Просто ему стоило накатить только. Замечательную голевую мы сейчас записали на свой счет. Он вон там только бежал. На. Правой ногой. Под самую перекладину. В касание причем. Посмотрите, как еще летел. Это даже девятка, я могу сказать, да. Очень хороший гол. Ну и голевую мы записываем в товарищеском матче. Ну и все. Минимальная победа сборной России над сборной Египта. Мы отдали голевую передачу на Александра Головина, который забил единственный мяч в этой... В этом матче в товарищеском Салах, к сожалению, да. Ну, для нас там на радость не забил. 8.3 оценка у Головина. Ну и дальше у нас игра против сборной Финляндии. Ее мы тоже будем играть. И Азар возвращается, кстати. Это уже хорошо. Ну что же, мы будем давайте играть в домашней, в красной. Немного устали. Головин вон тоже. Поехали. Итак, разминаются игроки сборной Финляндии. Единственного, которого я знаю, футболиста из сборной Финляндии, сейчас он вряд ли уже играет, это Тему Пуки. С сборной Финляндии мы можем чисто физически встретиться на чемпионате Европы. Именно в нашей карьере, в реальной жизни мы и так встретимся против финнов. В группе на чемпионате Европы 2021 уже года. Меча опять снова нету. Нет, знаю еще до финнов. Это Градецкий, например, в вратарь у них. Есть еще также у них легенда. А сейчас уже не играет. Это Литманин. Щенников. Замечательно на меня отдал. И. Ай, все. Ну это голевой пас. Я просто замечательно стал ассистировать в этом сезоне. В сборной России уж точно. Я сейчас вспомню, ну получается за все эти матчи, это уже четвертый матч, и четыре голевые передачи уже за сборную России я отдал. Это супер. Также за Реал я много голевых отдавал и в чемпионате, и в матче за Суперкубок у ИФА. Тоже тогда отдал голевую. Итак, заканчивается матч. Снова минимальная победа. Но. Тут уже такая же практически ситуация. Гол забил. Кто там забил вообще за нас гол? Наир Тихнизян из ЦСКА, наверное. Ну и наша голевая передача. Итак, проводим очередную тренировку. И у нас матч против Леванте. Не знаю, буду ли я там играть. Да, меня тренер берет, так что будем играть. Еще и дома играем. Расстановка наших кранов в дождь на стадионе. Поехали. Итак, домашний стадион наш Сантьяго Бернабео. Замечательный, действительно лицензионный стадион. Лицензированный, лицензионный. Не знаю, как правильно. Тринадцатый тур. И сегодня нам надо теперь все просто матчи выигрывать, чтобы не терять ни в коем случае очки. На три очка мы отстаем от Атлетика. На сколько там? На одно. Вроде отстаем от Барселоны. Поехали. Брахим. И. И это 1-0. Шестьдесят седьмая минута. Отлично. Забиваем очередной гол. Ну что же, вообще неплохо сейчас идет игра прям. Обидно, что в некоторых моментах просто это такая тупень начинается от ботов. Они то не прессингуют, это вообще абсолютно никакого прессинга нет. То есть здесь либо ошибка команды соперника, либо перехват такой рандомный, там в лицо мяч прилетает. Тогда они только начинают владеть мячом. Это очень тяжело. Нервов вообще здесь не хватает. Но все равно хоть как-то мы забиваем. Это уже какой наш там гол? Шестой. В Ла Лиге. Выходит по кита вместо Гасамы. Раньше ты не мог это сделать. Да. Будем про это забывать. Бруно Фернандеш замечательно забросил. Да вообще защиты не было сейчас. Это что сейчас вообще было? Вы видели? Я просто метров 15 с мячом так прошел. Я даже не нажимал на забеги. Я просто аккуратно владел сейчас мячом. 76-ая минута. 2-0. Мой дубль. Отлично. Вот. Вот здесь. Это что вообще было насчет защиты? Да, я уже возле штрафной решил довести это дело до конца. Он и сам уже начал. Я видел, что сближался седьмой мяч. И выходит Рикардо Перей вместо Варана. Вот почему Варан, например, на поле, а не Перей, а хотя это позиция Перейры. И все. Уверенная победа Реала над Ливанте. Мой дубль приносит нам победу. Это приятно. На самом деле 8-6 у меня оценка. Лучшим игроком становится Бруно Фернандеш, у которого 8-8. Десятый гол в сезоне. Нам говорят. Супер. Итак, проводим мы тренировку. Ну и у нас игра против Локомотива. Посмотрим. Я надеюсь на то, что... Ну мы не играем, это понятно было. Я надеюсь на то, что сейчас Леон отберет очки у Интера. Ну вот у нас 4-0. А Леон сыграл в ничью с Интером как раз. Так что, ну, в одно... Все, что там что-то... Одно очко тогда сейчас получается отставанием до Интера. Ну и как раз это последний матч будет. И я правильно понимаю, последний матч данный сегодня. Это матч против Валенсии. Сейчас у нас отставание в 2 очка до Барселоны и в 3 очка до Атлетика. Ну и также вот Валенсии, кстати, надо от нее отрываться. Играем на выезде. Расстановку видите. Поехали. Итак, замечательный стадион Валенсии. Мы приезжаем сюда ради того, чтобы оторваться, во-первых, от Валенсии. Сейчас мы идем на третьей строчке. Валенсия идет на 4-й. И у нас отставание в 3 очка. Или во сколько я там говорю? В 3 вроде. В 2 от Барса, в 3 от Атлетика. Так что нам надо сейчас отрываться от Валенсии. Прострел и, естественно, гол. Конечно. Первый вообще, наверное, удар сейчас у Валенсии. И они нам забивают. Это просто зиеш еще. Спасибо, бывший одноклубник. Пошел-то в сраку. Да забивай. Да, все-таки. Вот так вот. Фигеть. Кто забил-то, я не понял. Это Сильсин или все-таки Родриго? Потому что вот абсолютно такой же гол залетел нам, когда Куртуа сам себе в ворота. От Сильты вроде это было. Хорош. Хорош просто. Вот сейчас вот замечательно. Все, уже посмотрели. А, ну да, Сильсин. Так тебе и надо. Бесит отбивать все мои удары. Ничья. С Валенсии 1-1. Два мяча забила Валенсия. Один в свои ворота, другой. В наши уже. Ну и 7-3. А лучший игрок это Джейсон. 7-9 у него. Ну что же, прокачались немножко. Рейтинг вообще никак не прибавляется. Ну и у нас второго часа. Ушла уже матч с Эйбар. Но это будет в следующем выпуске. Мы уже дошли до декабря. Выпуск сегодня большой. Но это каждый раз, когда у нас новый сезон. У нас первые выпуски всегда большие. Ну что же. Смотрим на данную ситуацию. У нас отставание теперь. На данный момент, если мы даже сейчас матч выиграем, у нас будет 36 очков. Это получается 4 очка отставания до Барселоны. 5 очков до Атлетика Мадрида. Дальше. В полфинале мы сыграем с Валенсией. Как раз суперкубка. Атлетика, кстати, не играет. Тут странно. Кубок в спане еще не разыгран. Здесь мы победили 1-0 Арсенал. В Лиге Чемпионов мы сейчас идем на второй строчке. Одну очку всего лишь нас отделяет до Интера. Но если мы их обыграем, то все, мы попадем в плей-офф с первой строчки. Здесь все. Лига Европы. Я бы только вот Манчеста Сити бы посмотрел. Но Манчеста Сити там сыграл только один раз, нечего со спортингом. Дома причем. Ну и здесь мы на чемпионате Европы уже. Все. На этом все итоги мы подвели. И 12 матчей сыграли уже. 11 голов, 5 голевых передач. Просто супер. По задачам на сезон. Почему-то я не могу здесь никак посмотреть. Но нет, могу почему. Вот в мои действия зайти. Статистику. В Лиге у меня 7 голов, 2 голевые передачи. Надо еще отдать 6 голевых. И забить 11 мячей. Все. На этом все. Спасибо вам большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. С вами был Андрей. И канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok